Всем привет! Сегодня пойдет разговор о профессиональном кусторезе компании Husqvarna. Данная модель является топовой в линейке кусторезов компании Husqvarna. Модель называется 555FX. На данном агрегате установлен двигатель объемом 53,3 кубика мощностью 2,8 кВт. Двигатель двухтактный с технологией X-Torque. На мотокосе имеется бак объемом 1,1 литра. Также имеется праймер на баке для подкачки топлива. Дальше имеется рычажок воздушной заслонки для облегчения холодного пуска. В верхней части двигателя имеется декомпрессионный клапан для облегчения пуска. На мотокосе установлена регулируемая рукоять. Регулируется по вылету и по наклону. Управление реализовано через большой палец. То есть управление газом через курок. Вот этот курок. На ручке имеется также выключение зажигания с автовозвратом. Кусторез оснащен довольно-таки толстой штангой диаметром 35 мм. И пильным диском диаметром 225 мм. 24 зуба. Данный пильный диск предназначен для пила, мелколесия и кустарника. Также в комплекте идёт свечной ключ, отвертка и стопор. Здесь вот стопор, чтобы менять пильные диски. Также кусторез оснащен хорошей ременной оснасткой. Баланс XT. Это топовая оснастка. Правда, она уже немножко поработала. Грязновато в пыли, но так, в принципе, достойная. Очень удобно с ней работать. Кусторез оснащен также воздушным фильтром. Из тоненькой-тоненькой сетки. То есть здесь не такой фильтр, как на мотокосах. Здесь стоит не поролонный, не бумажный, а вот такой вот сетчатый фильтр. Данная модель 2011 года приобреталась у мной бэушный. За одну треть стоимости. Модель очень мощная. То есть она предназначена для интенсивной и долгой работы. Для прореживания леса и для сплошного удаления мелколесьев и кустов. Что характерно, вот опять на моделях 2011 года, как и на косилках мы видели, здесь истирается, есть следы потертости от набедренной пластины, от оснастки. На моделях более молодых, то есть с 2015 года, с 2017 года, здесь уже есть пластинка. Здесь тоже будем устанавливать пластину. Управление ручкой. При работе именно как кусторез это удобно. То есть вот сбоку нажимаем стопор рукояти и большим пальцем газуем. То есть здесь удобно. Как работать как травокосилкой, это неудобно. И вообще кусторез не предназначен для работы, для коса травы, так как у него угол редуктора сделан таким образом, именно под спил деревьев. И штанга укорочена. Она короче на 10 сантиметров, нежели у травокосилки. У 555 РКСТ, то есть у травокосилки именно, у неё штанга длиннее и угол редуктора немножко другой, чтобы пильная гарнитура, то есть головка триммерная или нож, шли параллельно земле. Если использовать данный кусторез как травокосилку, будет неудобно. То есть режущая гарнитура будет задевать землю леской. Сейчас рассмотрим отличия кустореза от травокосилки. Данные модели одного класса, профессиональные. 555 РКСТ, 555 ФКС. Вот первая буква Р, это означает травокосилка. Здесь означает кусторез, то есть Форос. Отличия. Первое, что бросается в глаза, это управление, рукоять управления. Здесь курок газа указательным пальцем нажимается, очень удобно при козьбе. Здесь же курок газа нажимается большим пальцем. Здесь наоборот, удобно при спиле деревьев. То есть мы давим сюда, давим и работаем большим пальцем. Давим на ручку и большим пальцем работаем. То есть упираемся в дерево пильным диском. Дальше штанга. У травокосилки штанга длиннее на 10 сантиметров, чем у кустореза. Диаметр штанги одинаковый, 35 миллиметров. И тут, и там. Но по длине они разные. У обоих стоит внутри жесткий вал. То есть это одинаково. Но длина штанги разная. Дальше угол. Угол наклона редуктора. На травокосилке угол такой более предназначен для работы параллельно земле. То есть косить траву у кустореза. Мы видим, что угол наоборот. Им невозможно будет косить траву. То есть он будет постоянно режущим оборудованием задевать об землю. Параллельно им работать неудобно будет. Тут и штанга короче. И угол на редукторе предназначен более для спила деревьев подходит. А, еще разница. У кустореза расстояние от рукояти до штанги меньше, чем у косилки. У косилки расстояние от рукояти до штанги больше. У кустореза мы видим меньше. И крепление немножко в ту сторону направлено. Здесь наоборот сюда. А так, в принципе, двигатели одинаковые. По объему, по мощности. То есть вот до этой части. Вот до этой части. Здесь вот эти вот узлы. Они абсолютно одинаковые. Дальше идет уже разница. Начиная от подвески. Вот с этой. И кончаем редукторами. И пильным оборудованием. Редуктор здесь предназначен специально под металлический упор. Ну, а вот этот вот кусторез бэушный. Здесь уже повреждения имеются на металлическом упоре. Вот. Здесь вот крепление под металлический упор. Он прикручивается на четыре винта. Здесь на редукторе такого крепления нет. Здесь крепление под защиту пластиковую. Именно под косу. Но хочу сказать, что данную косу можно использовать как кусторез. Покупать отдельно гарнитуру. Вот в это место на хомут вешается упор металлический. И ставится пильный диск. И можно работать как кусторез. А кусторезом уже работать как травокосилкой нельзя. Во-первых, защиту не поставить. Во-вторых, угол не подойдет для кошения. Ну и длина штанги. Вот. Вот такие отличия. У данных моделей. Всем пока. Если у кого какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Отвечу. Тов 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...